Стилисты, журналисты, дизайнеры и блогеры подводят итоги недели мужской моды в Париже. Лучшие мировые кутюрье исполнили настоящую оду мужскому костюму, и с ним все не так просто. Кто удивил потайным кармашкам? Зачем нужен двойной кашемир или шарф с пером страуса? И, конечно, когда нужно забыть про классические туфли и надеть кроссовки? Секреты дресс-кода знает наш корреспондент Яна Подзюбан. В дворцовых залах тихая революция. На плечах плащей, шипы, на спине кашемирового пальто, драконы, утонченный панк-рок. И чувства вырвались наружу громкими аппликациями, сложной вышивкой и лакированной кожей. Сотворил все это для Валентина Пьер Пауло Пичиоли, а перед показом сказал, по-настоящему сильный тот, кто не боится показать свою слабость. Долгий путь проделан, но пока с Валентина. Да, мы прилетели из Нью-Йорка. И это того стоило? О да, это красиво, это очень брутально и чувственно в то же время, а еще очень созвучно со временем, в котором мы живем и движемся. Дизайнер при чуде предпочитает реальность, как говорит он сам. Коллекция кажется удобной. Новый брючный костюм сделан из спортивного. Рубашки-галстуки в изгнании. Брюки чуть короче, чтобы подчеркнуть кроссовки, которые отныне можно носить всегда. Основной цвет темно-серый. Желтый, бордовый только для того, чтобы подчеркнуть темно-серый. Каприз сдержанности, непозволительная фривольность аристократа. Шоу «Валентина» — это всегда для меня самые красивые шоу. Детали, ткани, силуэты — это всегда фантастика. Видите, на мне тоже «Валентина». Пальто, жакеты, джемперы уникальны, красивы. А еще вот эти металлические детали. О да, они невероятны. По-настоящему люкс. Наоборот, сделать классические костюмы сложными решили в Брионе. Дизайнерские образы для героев. Вместо моделей — реальные люди. Вместо подиума — домашняя обстановка. Образы в триптихе. Италия. Йохан — коллекционер виниловых пластинок. Он в костюме из кашемира, тончайшей водолазки или в пальто с воротником из меха, съемным. Вернер — каскадер. У его квартиры в Лондоне на двери ванную комнату небрежно висит одна из самых дорогих вещей коллекции — шарф с пером страуса, инкрустированным на шелке по старинной китайской технологии. Брайан — писатель, живет в Нью-Йорке. На нем кожаное пальто, выровненное слоем шерстяной фланели. Под пальто — тяжелый двуслойный чистый кашемир. Доктор из Милана и его сын представляют коллекцию в этой комнате. Здесь и воздушные шарики под потолком. Можно собрать лего, а можно рассмотреть одно из самых живописных преимуществ показания на подиуме. А вот так. Здесь коллекция на расстоянии вытянут руки. Стилисты говорят, к мужской линии нужно обязательно прикасаться. Все дело в качестве и в деталях. Сшито впервые на заказ в 68-м году и обновленный в этом году пиджак для путешествий. Здесь и футляр для очков, и кармашек для билета, и невероятный держатель для газет. Кто бы ни был их героем, модный дом утверждает. Это прежде всего человек, у которого собственное представление о стиле. Именно Брионе одевает Джеймса Бонда в кино и звезды пределами съемочной площадки. К примеру, на Оскар. Кинематографичным назвали показ «Берлуте». Подиум превратился в проспект, по которому шли прохожие. Кто-то гладил по сторонам, кто-то торопился и обгонял. И пусть неделя мода мужская. На этом подиуме, как и в жизни на улице, были и женские образы. Классная коллекция для мужчин. Потому что она такая, легко ее носить. При этом очень такие цвета, которые ты не потеряешься в толпе. И мне очень понравилось. Такой Голливуд встречает какой-то гетто. Модный дом «Берлуте» смягчает острые края. Каждый цвет коллекции глубокий, каждый контур четкий. Образы, как адреналин. Яркие, сильные. Пиджаки длиннее куртки. И не на чуть-чуть, а в два раза. Узкие брюки окутывают плащи оверсайз. Голубые кожаные брюки и пальто из меха цвета изумруда. Шелк разливается золотом. Бельвет фиолетовый и даже болотный. Оттеняет легкие цвета тяжелые сапоги. Очень красивая коллекция, очень красивые формы, очень четкие силуэты. А само шоу было просто поэтичным. Мне самой носить все хочется. Очень элегантная цветовая гамма, сочетание материалов, совершенство. А тебе бы хотелось носить что-нибудь из этой коллекции? Меня больше всего поразили пальто с мехом. Кульминация коллекции милого розовый костюм, сдержанный, шикарный, по-королевски. Когда на финальный проход все модели пошли по задымленному подиуму. В костюмах идеального кроя и дерзких тонов казалось, такое может быть только в кино. Пока, уже следующей осенью, коллекция обещает раскрасить улицы. Яна Подюбан, Алексей Лабушкин, Екатерина Клонницкая, Первый канал, Франция.